друзья всем огромный привет сегодня будет видео о моем небольшом прудике и о поделках инструмента которые я делала специально для него чтобы его украсть прошлом видео я показала все свои поделки саду но как раз эти поделки я не показала потому что еще не было достаточно тепло у нас и я не чистила пруд и не было смысла доставать их из укрытия и расставлять по своим местам сейчас я все сделала мы все почистила весь пруд хорошо там навела порядок и их расставила и большая часть этого видео будет как раз о том как они у меня выглядят спустя там два-три года смотря какие-то какие-то раньше были сделаны какие-то позже так что друзья все готово приятного просмотра жду ваших комментариев как всегда и каких-то советов пожеланий приятного просмотра вот такой вот у меня промежуточный этап получается я все почистила губкой сейчас смою просто водой ну и потом наверное еще чуть-чуть вычеркнуть ведром и тоже тряпками кубками всю грязь остатки но остаточную грязь со дна уберу и потом наполню водой чистенькой и поставлю нимфе и все мой пруд будет готов ну что вот такой чистенький пруд у меня получился помылся сейчас я поставлю нимфе и точнее жду супругу он поставить нинфею потому что она достаточно тяжелая нас водой там щебнем сверху и я все залью водой будет у меня тут все готово и красиво ну камни тоже я немножко их приподняла когда мы сейчас все уложу и все будет красота я ну вот и почистила пруд вот так вот он выглядит такая чистая водичка нинфею поставила камешки все красиво разложила вот что хочу сказать про свой пруд конечно и и мне не нравится его цвет я его заказывал три года назад и вообще заказывала онлайн то есть через интернет и на картинке на сайте он был намного темнее не черный не вот такой вот ярко-бирюзовый а что-то такое среднее общем такой красивый глубокий цвет то есть если бы была вода был бы такой вот воды бирюзовый оттенок но это конечно же очень яркий цвет но когда мне его привезли я очень хотела поставить пруд и решила что я оставлю его несмотря ни на что потому что уже было по моему середина лета ну в общем очень хотелось воплотить свою мечту жизнь но в принципе когда вот сейчас водичка постоит недельку 2 она не будет такая кристально чистая вот ну потому что я только налила да вот она будет такая мутненькая ну из в общем то видно и будут голубые только вот эти вот борта да но я тоже постаралась их максимально задекорировать камнем и ты камни прямо сдвинуть прям на эти бортики по поглубже вот в принципе картинка неплохая получается неплохо смотрится когда это все уже постоит до летом растения разрастутся нимфея пустят листики в общем неплохо вот что касается поделок смотрите рассказываю я их уже поставила вот если не все здесь какие я показывала как дело значит они у родителей но в общем лягушечка моя делала я ее с добавлением плиточного клея и вот хочу показать что мне не нравится кажется что все таки когда раствор с добавлением плиточного клея он более хрупкий то есть изделие хрупкой вот пожалуйста у меня упала она у меня и вот отбился пальчик ну я считаю что это если бы это был ну цемент такой полностью да цемент песок обычно стандартный раствор до такого не произошло бы а так конечно сама она крепенькая хорошая так что касается пароходика все прекрасно у него вообще у меня весь какой красивенький стоит ничего с ним не случилось так вон та ракушечка я ее вообще покрывала акриловым лаком но насколько я помню это булак вообще не для наружных работ а для внутренних работ ой солнышко тень но все прекрасно еще была перламутровая краска все классно держится прекрасно так улитка улитка у нее есть небольшие там нюансы но это просто скажем так технология нанесения у нее немножечко вот потрескались рожки но дело в том что это вот как раз когда мы от обматываем тряпочкой да и сверху цементом потом уже покрываем то очень важно чтобы слой который покрывает давно накладывается сверху тряпки вот этой он не был слишком тонкий иначе будет конечно же растресками вот это все тоже на тряпках там хороший вот слой цемент и все прекрасно держит здесь мне хотелось более эстетичный вид потоньше да вот эти вы глазки рожки поэтому немножко они потрескались но в принципе ну как бы эта игрушка точнее поделка на нее никакой силовой нагрузки нету поэтому она еще долго-долго простоит и если на зиму тем более убирать то все прекрасно вот и учтите когда вы если делаете поделку с использованием тряпок и цемента то обязательно нужно сверху по толще слой накладывать иначе будет будет растрескиваться и портится но в общем она хорошая цапля это пластиковая она у меня уже много лет я ее подкрашиваю периодически сейчас я выйду из своего с того угла вот я и подкрашу сейчас ей просто вот немножко краской покрасила это не окончательный вариант там будут дальше черненьким добавлять клювик немножечко глазик и выделю в общем это просто как бы основа база в общем вот так друзья у меня сейчас смотрится мой садик вот огромное всем спасибо за просмотр за поддержку под предыдущем видео очень много было добрых слов комментариев спасибо огромное вот если какие-то вопросы есть спрашивайте я все все расскажу может быть даже подробно наш на какую-то тему сниму видео покажу всем всем пока